Жители поселка в Подомском вышли на митинг в центре города. Причина в том, что люди просто не могут добраться до областного центра. Напомню, сельчане уже неоднократно просили правительство региона наладить транспортное сообщение их поселка с городом, но автобусы исчезают. Частные перевозчики ездят нерегулярно, и у них билеты намного дороже. Почему, расскажет Елизавета Василевич. Чтобы добраться до ближайшей больницы в поселке Новоомске, жительница деревни Верхний Карбуш-Баглан-Бесимбаева заказывает такси. Выбора у молодой матери нет. Или так, или идти 10 километров пешком с полуторагодовалым малышом на руках. У нас это настолько проблематично, нужно кого-то просить. Приходится заказывать такси, отдавать за это деньги. И таким образом мы добираемся туда. Так же и в город. Такси или кого-то нанимаем. 300 рублей занимают, около часа занимают. До 29 сентября автобус обл. автотранса регулярно курсировал здесь пять раз в день. Однако после того, как маршрут номер 349 по конкурсу передали частному перевозчику, жители деревни, где нет ни почты, ни банкоматов, ни аптек, оказались отрезаны от мира. Первое время маршрутки ходили в город три раза в день. Однако время их прибытия и отправления никто не знал. Устав от проблем с транспортом, жители решили выразить протест креативно. Обвесили лошадиную повозку плакатами и назвали ее льготной сельской маршруткой. 349-я, Верхний Карбуш. Кто еще не сел? Нагадайте. После того, как люди вышли на пикет к зданию областного правительства, рейсы им все-таки добавили. Сейчас из деревни Верхний Карбуш в Омск отправляется пять маршруток в день. Правда, увидеть их здесь на остановке – большая редкость. Ведь, по словам местных жителей, ходят они не по расписанию. Между тем, в Министерстве промышленности считают, что проблема в этой деревне уже решена. Расписание, наконец, появилось. Продлили по просьбам жителей не до ДП-17, а до Меги. Сейчас мы мониторим пассажиропоток. Он с каждым днем, безусловно, увеличивается, потому что интенсивность увеличилась. При необходимости будем в определенные часы пик, особенно вечерние, будем увеличивать вместимость подвижного состава. Но проблемы с транспортом не только в Верхнем Карбуше. На митинге люди из нескольких поселков по Домскам. Даже жители Ясной Поляны не могут уехать из своего микрорайона. Отменили автобус у нас, 36-й автобус, который заходил в Ясную Поляну и ходил у нас в промежутке 15-20 минут. Я знаю, что в Горьковском районе есть отмененные маршруты. Я знаю, что в Таре отменены, потому как оттуда поступают звонки. Прокуратура начала проверку и выяснила, что Министерство промышленности нарушило закон. Перевело 230 маршрутов в статус нерегулируемых. В результате билеты подорожали. На последнем заседании в правительстве заявили, что сельчане тратят половину заработной платы на проезд. Жители деревень собираются на новый митинг и будут продолжать, пока ситуация не изменится. Елизавета Василевича, Анатолий Серов. Новости здесь, Омск.